приветствуем вас дорогие зрители канала крипто commons в сегодняшнем выпуске news блок крипто вас ждут самые актуальные интересные и горячие новости которые вам помогут не только остаться в курсе происходящего в мире но и не потеряться в мире крипто мы ценим ваше время поэтому без лишних промедлений переходим главным событием и так сегодня в выпуске компания google обновляет свою политику разрешая рекламу криптотрастов в сша южная корея расширяет законодательную базу по регулированию криптоактивов скандал в сенате сша сенатора элизабет уоррен уличили в сговоре направленном на уничтожение крипто лондонский пенсионный фонд инвестирует 20 миллионов долларов в криптоактивы и завершить наш выпуск аналитика происходящей ситуации в мире крипто от айвана лилджиквиста оставайтесь с нами и так google готовится обновить свою политику для того чтобы разрешить рекламу крипто активов сша технологический гигант google обновил свою рекламную политику связанную с криптовалютой чтобы разрешить рекламу криптотрастов с конца января то есть в том же месяце когда ожидается одобрение в соединенных штатах спотовых биржевых фондов известных как и т.ф. в журнале изменений от 6 декабря google сообщил что его политика рекламы крипто и сопутствующих продуктов обновится 29 января 2024 года чтобы позволить рекламу цитата компании предлагающих криптотрасты с таргетингом в сша google уже разрешает рекламу некоторых криптовалют и связанных с ними продуктов но исключает рекламу игровых платформ на основании крипто или токенов nfc первичных предложений монет протоколов дефай и услуг предлагающих торговые сигналы в настоящий момент известно о 13 заявителях на bitcoin и т.ф. но публичной информации о процессах мало сообщается что многие управляющие фондами в том числе black rock grayscale и fidelity недавно встречались с комиссией по ценным бумагам и биржам сша чтобы обсудить цитата ключевые технические детали в рамках своих заявок на и деф и похоже что в скором времени не только из каждого утюга будет вещаться о крипто а буквально с каждой страничке открыты на вашем рабочем столе и хоть естественная реклама и раздражает тем более навязчивая сама по себе эта новость является отличным тоном для происходящей ситуации в мире крипто процесс формирования законодательного регулирования криптоиндустрии в южной корее набирает обороты в своем пресс-релизе от 11 декабря комиссия по финансовым услугам fsc объявила о своем плане ввести новые правила по криптовалюте в соответствии с законом о защите пользователей виртуальных активов в отношении хранения депозитов пользователей предложение требует от поставщиков услуг виртуальных активов в сп хранить деньги клиентов отдельно от их собственных средств и депонировать или доверять их заслуживающим доверия финансовым учреждениям согласно закону в спи будут обязаны хранить не менее 80 процентов виртуальных активов своих клиентов на холодных кошельках предлагаемый законопроект открыт для общественного обсуждения с 11 декабря по 22 января 2024 года и как ожидается вступит в силу к 19 июля 2024 года внимательный слушатель обратил внимание что страны азии в настоящий момент идут в авангарде законодательного регулирования криптоиндустрии тем самым задавая тон всему остальному миру тем временем пока крупнейшая экономика мира не занимается этим вопросом а скорее ведет скрытую борьбу и наша следующая новость будет отличным тому примером скандал в сенате сша и похоже довольно серьезный стало известно о сговоре сенатора элизабет уоррен направленного на уничтожение крипто свежем репортаже fox news были выдвинуты серьезные претензии против сенатора элизабет уоррен обвиняя ее в нарушении присяги сенатора и попытки уничтожить крипто по репортаже подчеркивается что уоррен координировала свои усилия с председателем комиссии по ценным бумагам и биржам гэри гэнслером чтобы повлиять на ход слушаний в конгрессе в 2021 году по словам юриста xrp джона дитона вместо того чтобы выполнять свои обязанности по обеспечению подлинно в надзора засек уоррен якобы вступила в сговор с гэнслером предоставив ему точные вопросы которые она задавала бы во время слушаний и даже предложив заранее ответы одной из главных претензий в адрес сенатора уоррен является ее неспособность решить важнейшие проблемы криптоиндустрии несмотря на то что она входит в состав банковского комитета и активно критикует криптовалюту в частности биткоин дитон подчеркивает что уоррен не задавала сложных вопросов особенно относительно встречи гэнслера с сэмом бэнкманом фридом основателем и бывшим генеральным директором ныне не существующей биржи ftx и в каких бы связях уоррен не обвиняли самым важным и критичным в данной новости остается то что она как сенатор нарушила свою клятву введение беспристрастной работы как сенатора что в свою очередь скорее всего повлечет сложение ее своих полномочий и даже возможно возбуждение уголовного дела какие здесь можно сделать выводы веди честную игру не плети интриг и не вреди крипто свежий позитив с туманного альбиона пенсионный фонд из лондона инвестирует 20 миллионов долларов в платформу крипто-деривативов компания m&g investment подразделение пенсионного гиганта m&g plc инвестировала 20 миллионов долларов в британскую платформу по торговле крипто-деривативами gfo x данный шаг сигнализирует о позитивном сдвиге в институциональном доверии к цифровым активам после прошлогоднего коллапса ftx инвестиции m&g в gfo x означают потенциальный поворот в институциональной поддержке инфраструктуры криптоактивов традиционные институциональные игроки расширяют свое присутствие в крипто пространстве и в этом году изменения очевидны аналитики утверждают что с появлением спотовых bitcoin и тиф доступ традиционных финансовых учреждений к рынку криптовалют будет только расти помимо прямых инвестиций в криптовалюту крупные игроки и государственные учреждения также стремятся получить доступ и к крипто компаниям в третьем квартале 2023 года крупнейшая инвестиционная группа южной кореи национальная пенсионная служба инвестировала в coinbase и здесь прекрасно буквально все и государственные учреждения вкладывающие в крипто и складывающаяся тенденция при которой мы все чаще и чаще видим появление таких новостей это что вот уже европейские страны не отстают от азиатских но самое главное что вот это все является очевиднейшим доказательством того что даже государства верят в крипто причем не на словах а на деле и завершает наш выпуск аналитика недавно случившиеся ситуации на рынке от айвана лилджиквиста последующие несколько минут айван попытается объяснить причины произошедшего а также на основании этого понять что нас ожидает впереди айван тебе слово и так ребята очень интересные ситуации происходят на графике биткоина если мы с вами посмотрим на график и обратим внимание на таймфрейм то увидим что этот массивный дам произошел очень быстро слив буквально произошел в течение нескольких минут это график на 15 минут нам таймфрейме и вот на этой свече мы слили полным ходом 43 с половиной до 40.6 а еще я хочу обратить ваше внимание что это произошло воскресенье буквально воскресенье ночью когда ликвидность очень мало поэтому это наводит меня на мысли о том что биткоин был манипулирован кто-то захотел слить биткоин и это может быть по нескольким причинам первое это то что люди просто захотели побрить ланге ведь и рынок всегда занимается ликвидации и шартов и лангов поэтому может быть на некоторых биржах которые увидели большое количество лангов решили их ликвидировать ведь существует множество неэтичных бирж особенно маленьких и неизвестных с которыми ребята будьте очень осторожны потому что обычно они листуют очень большое количество разных монет если они малоизвестны не имеющие хорошую репутацию они могут торговать против вас так что это возможно но что более важно мы все хорошо знаем что в настоящий момент институционалы пока стоят в стороне они отслеживают цену и пока не покупают они не покупали по 15 они не покупали по 20 они собираются покупать сейчас так что они могут стать другим причинам того что произошел дамп то есть манипуляция могла исходить от институционалов но с учетом сказанного что подразумевает под собой манипуляция если кто-то много продает то является ли это манипуляция или нет и вот как думаю я если у нас имело место быстрого роста цены вот отсюда то это значит что всего лишь несколько игроков на рынке хотят цену вернуть обратно это не настрой широко распространенный по рынку что вдруг внезапно все захотели продать как будто все внезапно решили что биткоину не стоит сейчас стоить 44 а лучше бы 42 таким образом вот что я ожидаю сегодня и завтра цена от скочат а рынок докажет что он не принимает эту цену мы находим данную цену очень низкой при этом одновременно я не думаю что на этой неделе мы увидим зеленую свечку по крайней мере вероятность этого очень мало посмотрите мы уже были зелеными в течение одной и двух трех четырех пяти шести семи восьми недель так что лучшим сценарием который я думаю будет прекрасным для биткоина станет неделя отдыха когда мы буквально вернемся обратно с этих высот на уровне 43 44 и возможно закроем неделю немного по красному но все же в районе этой зоны это будет самым лучшим сценарием это буквально нам скажет что рынок говорит нам да мы настроены по бычье мы лезем вверх мы готовы помповать и мы не думаем что 42 к это честная цена мы думаем это очень мало поэтому мы покупаем и лично я тоже покупаю я усредняюсь и не вижу эту ситуацию как какую-то медвежью я знаю что многие нубы и медведи сейчас такие конечно медведей сейчас праздник потому что они понимают что они правы и были правы в том что они медведи с 15 к полным ходом до текущей цены потому что вы видите это ведь дамп как можно не быть медведем когда мы видим такой дамп это же безумие 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 так что медведь в эйфории но также я знаю что нубы в настоящий момент в общем-то переживают а еще посмотрите сюда тезар печатает как безумный он продолжает расти буквально каждую неделю посмотрите это недельный график и каждая свеча зеленая она растет растет и растет и вероятно что на этой неделе она также будет зеленый и если согласно моей теории того что мы находимся в массивном бычьем рынке тезар должен оставаться зеленым bitcoin и не обязательно должен быть зеленым bitcoin может иметь несколько недель красных он может идти в боковике но тезар наиболее вероятно продолжит свой рост даже в том случае если bitcoin не будет расти ведь деньги продолжают поступать в эту экосистему и вот почему я продолжаю ожидать то что тезар сохранит зеленое направление а bitcoin возможно нет потому что просто количество зеленых недель идущих подряд одно из самых больших за всю историю на моей памяти еще два случая когда у биткоина было такое количество подряд идущих зеленых свечей так что это бычий сценарий и вероятность я на этот сценарий даю примерно в 70 процентов но всегда в рынках вы должны быть готовы и к другому сценарию у вас есть бычий значит есть медвежий и данному моему сценарию когда ты забудет расти bitcoin пойдет может быть в к веке я отдаю 70 процентов вот почему я усредняюсь но есть и тридцатипроцентный сценарий медвежий возможно мы здесь сделаем большой вдох но не только лишь одну передышку а также вместе с ней ретест этого пробития это кое-что к чему вы мысленно должны быть готовы и я к этому тоже готов мы можем пойти вниз и спуститься на ретест вот этой зоны пробития которая у нас была в октябре и хоть это было всего лишь два месяца назад многие люди уже об этом забыли для них данной зоны является настолько дешевый что это кажется абсолютным безумием и это 30 процентный сценарий но в рынках вы должны быть ментально готовы к обоим сценариям ведь даже в бычьем рынке может произойти все что угодно и с точки зрения тайминга это не будет к февралю это будет вероятно где-то в декабре может быть к концу декабря плюс минус айван это просто огонь большое спасибо что обнадежил и одновременно подготовил ведь мы с вами и сами знаем о том что в рынках и тем более высокорисковых может произойти буквально все что угодно и на этой 70 процентной позитивной ноте мы с вами прощаемся если вам понравился этот выпуск не забудьте поставить лайк подписаться на канал написать свой бесценный комментарий и дожидаться нашей следующей встречи всем пока